Михаил, получается так, что мы на пути своей жизни, когда начинаем развиваться, искать какие-то ответы для себя, находим какие-то инструменты. То есть одним из инструментов можно считать в том числе нумерологию либо астрологию, да? Ну, мне нумерологию проще, да. Дело в том, что если мы говорим об астрологии, это не предсказание, это прогноз. Ну, то есть, скажем, метеорологи дают прогноз о том, что будет дождь 90%, вероятность дождя. Ну, можно сказать, я не верю этим метеорологам, они постоянно ошибаются, человек вышел и дождь не пошел. Он говорит, ну вот я же говорил, они дурят нас, как говорится, дурят народ. Но ведь 10% было вероятности. Он попал в эти 10%. Делать на этом основании вывод о том, что астрология – это неправильно? Нет, не надо делать, это был прогноз. Астрология – это всего лишь в помощь нам или карта того минного, скажем так, поля, по которому было бы неплохо идти, зная, где находятся эти мины, потому что это все опасно. Нумерология лично для меня проще, я как-то с детства очень легко обращался с цифрами. – К чему, соответственно, был вопрос. Нумерология позволяет определиться и найти именно внутренний ориентир. Да, не что-то внешнее найти, что что-то подсказывает, а именно найти то, что подсказывает внутри тебя. Нумерология, которая позволяет идти по своему пути изнутри своих каких-то основополагающих вещей. А так ли это, и вот на практике, как это у вас так же сработало? И я уверен, что многие наши слушатели знакомы с подобными методами. И, может быть, ваше мнение, насколько они хороши и действительно стоит ли им таким образом находить именно ответы сначала в себе, а потом уже идти куда-то искать дальше? – Вопрос, как говорится, понятен, отвечаю. Ну, во-первых, не совсем так, еще раз, для меня. Я сейчас поясню, почему. То есть астрология, нумерология и другие палмистри или хиромантия, хотя, кстати, слово неправильное – не хиромантия, а хирология, она дает только толчок, то есть понимание и знание своей природы и то, что человеку, ну, чем бы надо было заниматься. Но в одной из моих поездок в Индию как-то вышли на очень и очень известного святого человека, святых людей, называя там Баба. И вот был там такой человек, мы к нему приехали. Это было достаточно удаленное место, естественно, не на пути каких-то туристических маршрутов. И вот мы туда приехали. Этот человек был достаточно известен в свое время, он был даже, можно сказать, королем одной из провинций в Индии. Он надолился от всех мирских дел и на протяжении уже чуть ли не там 50 лет он жил именно в этом месте. Это был уже очень пожилой человек, ну, вроде бы нам сказали, где-то ему 90 или за 90 чуть-чуть. Дедушка такой к нам вышел, он плохо говорил, и у него была такая специальная дощечка, на которой он писал на этой дощечке. Ну, и у нас был гид, индус, доктор, который его очень хорошо знал, потому что к нему попасть это практически невозможно, к нему приезжают чуть ли не со всей Индии. И так получилось, что это была группа из Соединенных Штатов, ну, так скажем, нас приняли. И вот мы ему задавали вопросы, любые вопросы можно было задавать практически на все вопросы, он отвечал одинаково. Он, конечно, объяснял, но он отвечал одинаково. Ответ на ваш вопрос лежит вот здесь, он показывал. То есть внутри нас лежит ответ на любой вопрос. То есть существует понятие интеллектуальной информации. Существует понятие знания. Повторяю, вот давайте определим, что такое знание, что такое информация. Информация – это просто информация, она никого ни к чему не обязывает, она просто дает что-то такое, чего, ну, допустим, мы не знаем. Как эта информация или то, о чем в ней говорится, может стать знанием и помочь нам? Ну, для начала сказать, что я в это не верю. Опять же, по моему определению, я уже как-то лет 40 там чем-то занимаюсь психологией. И поэтому сказать «я не верю» человек не вправе, потому что верить – это, во-первых, позитивно, а не верить – это уже сразу негативно. И не верю, как можно не верить, если ты не знаешь? То есть просто сказать «я не верю» – это означает сказать, перевести на русский язык, «я знаю больше». Как ты можешь знать больше, если ты вообще-то этого не знаешь? «Я не верю в Бога». А вдруг есть? Его никто не видел. Эйнштейн на этот вопрос отвечал «а вот у вас, профессор, никто не видел вашего мозга». Значит, мозга у вас нет, получается. Интеллектуальная информация, интеллектуальные какие-то знания или по-английски это «garbage», который у нас находится в голове. Я потом скажу, какую бы я, может быть, книгу рекомендовал, и там об этом, кстати, говорится. Так вот, первый толчок нам может дать знание нумерологии, астрологии, фалмистрии или психологии. Это не значит, что нам надо в это углубляться, становиться специалистами, кто хочет, пожалуйста. Но есть люди, которые знают, и логично, и как бы здравый смысл обратиться к этим людям и на первом этапе сказать «окей, я верю». То есть нам дали информацию. После этого информация принимается как аксиома, а не как теорема, и потом мы начинаем эту информацию использовать. То есть каждый человек использует, естественно, его по-разному. Но вот если он использует и получает результаты от полученной информации, получил один раз, получил второй раз, получил третий раз, как бы уже нормально, уже можно. То есть работает три раза после трех раз работает. Хотя есть такое сакральное число 1,08. Ну, наверное, все знают, это сакральное действительно число и четкие, скажем так, они состоят из 108 бусинок. Ну и кто-то говорит о том, что надо 108 раз проверить. Но это было там, в те времена, в далекие времена. Сегодня времени нет у нашего человека проверять 108 раз. Поэтому, ну, допустим, три раза достаточно. И вот человек проверил, получил результат, не получил результат или результат негативный, все, не годится эта информация. Если получил позитивный, все, тогда эта информация полезная, она применима. И человек получил какой-то свой экспириенс или получил свой опыт, что дает ему возможность уже об этом говорить. Только единственное, что момент, есть такая поговорка, догнать человека и причинить ему добро. Мне нравится вот это, причинить слово добро. Ну, человек не хочет, чтобы ему ничего причиняли. Поэтому мы говорим, ну, вот я точно знаю, откуда. Ну, вот как это? Я же знаю, я же прошел это, но вот работает. Да. Ну, для кого работает? Ну, для меня работает. Ну, там, да, я поехал в Индию. И не один раз я поехал. Да, я там был в тех местах, которые даже индусы не знают, которые проживают в Индии всю свою жизнь, родились там и так далее. То есть, ну, это был мой путь. Это не значит, что всем надо ехать туда и все это изучать, слава Богу, у нас есть такие возможности. Еще, ну, не знаю, там лет 15 тому назад это все было очень и очень скрыто. Потому что Индия, я читал когда-то, это очень интересный момент, она себя защитила, причем защитила себя дважды. Если бы, написано еще раз в книгах, в той книге, которую я читал, если бы Запад знал то, что там находится, какие там сокровища находятся, сокровища имеется в виду не сокровища, там, в виде каких-то там алмазов, изумрудов и так далее, хотя там и это есть, сокровища, те наши сокровища, которые вот туда как-то очистить и туда их положить, они бы могли очень здорово помочь. И под слоем той внешней грязи, того внешнего беспорядка и совершенно чуждой культуры для западного человека, который туда приезжает и который находится в умонастроении, вообще ничего не знает, и туда приехал полюбоваться, то будет это очень неприятно. Этим Индия себя защитила. И поэтому очень многие, которые туда приезжают, большинство, кстати, огромное большинство, они оттуда уже уезжают и никогда больше не приезжают. Им там не понравилось. Это не значит, что они плохие, неправильно они поступают, это просто степень готовности принятия страны, принятия образа жизни, принятия той информации, которая там находится. То есть они просто не готовы, будем говорить. Будут ли, не знаю. Поэтому ответ на вопрос, пространный ответ на ваш вопрос, и да, и нет. Мы начинаем, получаем эту информацию, как мы ее будем использовать, поехали дальше. Не обязательно в Индию. Можно слушать передачи и то, что вы ведете программы. Я поздравляю в первую очередь всех ваших участников, радиослушателей. Поздравляю с тем, что вы, Дамир, даете действительно очень и очень нужную информацию. Да, Михаил, благодарю за позитивный отзыв также о нашем проекте. Конечно, в любом случае, когда мы делимся какой-то информацией, какими-то знаниями, нет необходимости рекомендовать и действовать, и идти только по какому-то конкретному пути. В этом-то и задача, чтобы, делясь подобными историями, подобным опытом, человек нашел свой путь, который ему действительно нужно прожить. А в данном случае, когда мы слушаем вашу историю, мы можем перенять какой-то опыт, какую-то информацию, сделать выводы для себя и пойти, конечно же, по собственному пути. И вот мне интересен следующий вопрос. Вы говорите, что вы приехали в Индию, получили там определенное знание, так сказать, драгоценности, а потом, вернувшись обратно, стали другим человеком. Что же было этими драгоценностями, то есть ли вот какими-то основными озарениями, осознаниями своего пути, что же это было? Что поменяло потом, можно сказать, в течение всей жизни? Это достаточно сложный вопрос, на него ответить однозначно, еще раз, непросто. Я повторюсь, я знаю, что я ничего не знаю. Ну вот, скажем так, муравей имеет двухмерное пространство, то есть как-то вот так вот. Если поставить преграду, то он через нее не переползет, он просто, у него нет третьего измерения высоты, у него два-дименшин. Мы живем в трехмерном пространстве, и на самом деле этих измерений очень много в соответствии с физической концепцией мира и нашей жизни. Есть такой главный постулат, я уже о нем упоминал, это человеческая жизнь, это возможность реализовывать себя. Этим мы и отличаемся от других видов жизни в первую очередь. У нас есть кое-чего вот здесь вот, и мы на первом этапе вот это должны использовать, то есть хотелось бы брать информацию правильную. И для чего? То есть я, скажем так, воспитывался в условиях атеизма, то есть мы там, религия, опиум для народа, все это как бы вот помнят, было такое изречение, даже афоризм. На самом деле, что интересно, религия и наука в те древние времена, они шли вместе. Наступил момент, когда они разделились. Наука отдельно, религия отдельно. Это этот момент, который надо иметь в виду, то, что такое религия. Это не значит, я слепо верю, причем именно в этого Бога. И религия, она может быть, как мы знаем, разная сегодня. Она христианская, она православная, она иудейская, она мусульманская, ну и другие. Дело не в этом. Дело в том, что, как мы знаем, как бы Бог один, но или Всевышний, или Высшая Сила, или Энергия, или Дао, это Тао, допустим, и так далее. Мы не об этом говорим, мы говорим о том, что это дает возможность узнать о том, что наша природа, а еще раз, я когда учился, что все время был вопрос. Материя и сознание, что первично. И были основоположники диалектического материализма, там Дарвина и так далее, которые, вот ученые, они как-то, им надо объяснить какой-то феномен, или, допустим, какой-то факт. На то они ученые, если они не могут объяснить, тогда какие же они ученые. То есть они как бы сразу по определению должны что-то объяснить. И вот вопрос о происхождении жизни. Кто такой человек? И вот Дарвин, ну, об этом можно много говорить, но, в общем, очень упрощенно. Где-то предположил, что человек может произойти от обезьяны. Ну, вот ухватились за эту теорию. И теория происхождения жизни, человек происходит от обезьяны. Еще раз, одна из книг, забегая, так скажем, вперед, «Золотая ветвь Фрейзер», ну, там много написано об этом. Так вот, что такое или кто такой человек? То есть человек – это мы, то, что мы видим в зеркале, или человек еще состоит из чего-то другого. И вот там, лично для меня, я стал подозревать, что, оказывается, меня учили неправильно. Оказывается, я не только тело. И, оказывается, вокруг этого тела существует еще много других тел. То, что мы называем энергетическими телами, перечислять, нет смысла, их много. И, кстати, Ольга Викторовна об этом много говорила. Есть понятие энергии, есть понятие чакр, причем не обязательно семь чакр. Я слушал и очень рад тому, что я слушал. То есть я учусь и на любом этапе, и возраст здесь не имеет никакого значения, потому что мы учимся, мы развиваемся. И так мы должны и продолжать развиваться, поскольку, как выяснилось для меня, о том, что, оказывается, у нас внутри есть еще и душа. То есть о какой душе шла речь там, там, где я проживал. Ну, люди, повторяю, старшее поколение знают. И у меня еще родители, дай Бог им здоровья, живы, но они этого не понимают. И родители моей жены, они этого не понимают. И до сих пор не понимают. Ну, только они сейчас уже знают, что есть такие субстанции, будем это называть, которые не видны, не понятны, но они существуют. Но верить, это вопрос сложный. Ну, не верю, как-то нас не воспитывали этому. То есть степень готовности к чему-то, то, что мы изучаем, у всех разная. И вот я лично, но раз об этом говоря, значит, дыма, как говорится, без огня не бывает, давайте мы предположим, что это все существует. И читая, 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 углубляясь, углубляясь, и читая, может быть, даже в оригиналах какие-то вещи, они переводные, потому что перевод – это, ну, все-таки суррогат какой-то настоящего в какой-то степени. Я, и еще раз повторяю, есть определенные книги, где об этом пишут и очень серьезно пишут. Ну, вот таким образом я для себя вынес такую модель о том, что это все очень и очень непросто. Я принял эту модель, и я понимаю, куда мы идем и для чего мы идем. Если самый простой вариант, значит, если 11, там, скажем так, триллионов с половиной, ну, сейчас не буду говорить модель существования Вселенной и так далее, и сколько это было лет, и кто такой Брамат, допустим, и так далее, это все долго будет. То каким образом тогда мы, живя в этом теле, а таких случаев очень много, каким образом мы переходим с этого тела в другое тело, и почему мы туда переходим? То есть для чего мы это переходим? То есть это наш путь к чему-то большему, поскольку просто так, это же нет смысла, если нет цели, так это же бессмысленное существование. Поэтому к чему-то мы идем. К чему мы идем? Ну, мы идем, что такое духовность? Если я там задам вопрос, я думаю, что 9 из 10 не ответят. То есть я получу 9, если не все, 10 разных ответов. Или заученный какой-то, где-то у кого-то там прочитал, взял и так далее. Ну, все очень просто. Если у нас есть высшие силы, там, Всевышний, Бог, не знаю, как угодно, кто как называет, тогда получается мы совершенно не материальная субстанция, и единственное наше предназначение – это любовь, и больше ничего. И вряд ли ваши все радиослушатели и те, кто находятся в вашем проекте, будут это возражать против этого, иначе бы они просто не находились в вашем проекте. Они бы занимались чем-то другим. Вот любовь. Вот как добиться этого? Это вопрос другой. Можем ли мы добиться этого в этой жизни? Или в следующей, или сколько у нас еще жизни впереди? Все по-разному отвечают на этот вопрос. Ну, так вот, тогда это будет называться уже, будем так говорить, высшая йога, мы знаем, наверное, многие знают, есть аштанга-йога, это восьмиступенчатая система йога, и на вершине как бы стоит браман, хотя аштанга-йога – это тоже, это не безличный браман, это личность, которую многие называют Всевышним. И вот, если мы освобождаемся от чего-то наносного, материального, ну, в данном случае крамольная такая фраза от нашего тела, ну, в идеале, тогда у нас не остается никаких желаний, кроме желания любить. И вот это свойство нашей души по отношению к другой душе. Если мы видим, кто-то видит, допустим, вот я вижу на экране очень симпатичного молодого человека, но ведь это же не просто, там же есть что-то внутри такое интересное, это и есть душа, и если мы к этому стремимся, как минимум проходя вот эти пути эволюции, ну, это, с моей точки зрения, здорово и замечательно. Тогда мы уходим от многих вещей, негативностей, уходим как? Внутренне. Мы внешне не можем уйти, мир дуальный, есть плохое, есть хорошее, есть правильное, есть неправильное, все это субстанции какие-то субъективные, но, тем не менее, это все существует. Субтитры создавал DimaTorzok